Так, найдем седьмой ключ от мистера Андро Ёлки, кому полковнику Лукану Зорни. Согласно приказу, полковая казна была перемещена в деревню Едлинок, юго от лагеря. Чтобы снизить вероятность перехвата средств противникам, сундуки были спрятаны под мостками, приступая к эвакуации обоза и направлении Альдерсберга. Нахранят нас боги. Ключик дали, да? Ключик. Но, непонятно, что этот ключик открывает. Картинку не дали. Пописание отыскать. Ну, я не знаю, это где-то где мы были или это где-то где мы еще не были. Но сундуков закоротых, по-моему, нет. Разведка какая-то прям спойлерная. Там пройти не можем. Или можем. Вот, нормально. Плюс... 192. Ну, 50 потратили, как бы, поэтому 142. Не знаю, стоит ли вообще тратиться. Так, ну что тут у вас? Мэва с недоверием качала головой, глядя на расстилавшийся перед ней пейзаж. Мильфгаарцы уничтожали все на своем пути. Жгли хозяйство. Вытаптывали засеянные поля. Вырубали фруктовые деревья. Ублюдки! Прошептала она. Они хотят, чтобы мы голодали. Когда лирийцы достигли старого торга, небольшой деревни под Альберсбергом, оказалось, что ее жители уже с неделю питаются мукой из желудей и мясом павших животных. Захватчики забрали всю собранную провизию и вывезли ее в расположенный неподалеку лагерь. Селяне умоляли помочь им вернуть награбленные припасы. Госпожа, не успеем обернуться, как придут морозы. Если вы нам не поможете, дорось теперь и тут не единый... Какие бегите в лирию? Так все заебись. Чемчаки догадались сдаться. Мы в обрисоке от пепла деревню, оголодавших, едва державшихся на ногах людей. Глаза ее слезились от едкого дыма, шедшего с полей. Сделаю, что смогу. Просто сказала она. Королева знала, что сейчас не время для утешительных речей. Нужно было действовать. Матушка, сжалься. Умираем с голоду. Матушка... Идите в лирию. Там нету мэлой, там сейчас супер заебись. Вам понравится. Как минимум лучше, чем здесь. Так, еще вопросик. А, Нильдгард. Ага, ага. Так, ну Нильдгард можно взять против них и тогда попробовать штучку, которая... Как бы их контрит, да? Потенциально. Ну, вместо медведя. Медведь все равно такой не сильно нужный. Так, штучка, которая их контрит. Это вот эта штучка. Конечно, у нас огонь. Много огня. Так, сейчас через усиление попробуем. Блин, жалко, нету шаблонов. Шаблоны прям очень нужны. Без них вообще не то. Так. Потому что я бы, хоп, сейчас сделал бы другую колоду. То есть у меня был бы этот шаблон колоды. Я бы, хоп, просто одной кнопочкой все бы поменял. Так, перебор, да? У нас перебор по картам в целом. Давайте какую-нибудь вот этих чуваку выбираем нахер. Лирийцы подошли к чистоколу лагеря, куда захватчики вывезли награбленный в старом торге провиант. Райла отдала королеве рапорт. Три полка тяжелой пехоты, назаирские арбалетчики, считала воительница. И я слышала ржание коней. Значит, есть у них и отряд кавалерий. Мэва молчала, собираясь с мыслями. Судьба голодающих крестьян тяготила ее сердце. Но стоило ли рисковать и идти на столь значительные потери, чтобы оказать селянам помощь? Нильфгардцы держат еду на складах и смотрят, как она гниет, пока крестьяне умирают с голоду. Можем мы такое позволить? Сказала королева, обращаясь к солдатам. Нет! Заревели солдаты. Я так и думала. Ухмыльнулась Мэва, извлекая оружие. В атаку! Конечно, не можем. Сами себе все заберем. Так, Мэва. Битва за амбары. Мэва задавалась вопросами, стыдится ли хоть один Нильфгард из того, что вырывал еду из рук у беззащитных крестьян, обрекая их на медленную мучительную смерть от голода. Мучился ли кошмарами после этого? Или хотя бы отвел глаза, глядя следующим утром в зеркало? Судя по всему, нет. Судя по всему, нет. Так. Ой, там что-то есть. А вы кто? Ворота замка. Неподвижность. Неубираемый стойк. В начале каждого хода усиливайте случайно дружеский отряд на 2 единицы и добавляйте ему 2 единицы брони. Извещание. Учтожьте все чистоколы. Ага, усиливайте все вражеские отряды в руке, колодей на поле на 2 единицы. Угу. Неподвижность какая обреченность. А что если просто не убирать вот эту штуку? У него же места мало, нет? Ну, хватает места. Так. Ну, вообще, я бы не сказал, что он по нам как-то сильно бьет. Вот эта штучка, возможно, для нас бесполезна. Это синьера хорошо. О, вот эта штука, кстати, тоже хорошо. Ну, вот эта, наверное, нет. Песик точно нет. Эта штука, наверное, тоже нет. Не хочу ничего перемещать. Второй такой нет. Ну, ладно, барабанчик. Так, я, если честно, бездумно бы вот эту штуку туда просто бросил. А, стоп, какой бросил? Ножи-ка, семья. У нас супербафы пошли. Самое смешное, что этот чел... А, он укрепляет. Нет, это вот эта штука, обилку у него укрепляет. Посол с визитом. Укрепите все дружные отряды на один. Это укрепление. А вот эта штука усиливает, по-моему. Да, а усиление мы можем снять нашей бомбочкой, как бы, да? В отличие от укреплением. Так, давайте сразу. Ну, немного не сочетается с вот этой херней, да? Да, огонь немного бесполезен. Немного бесполезен. Левый, правый, левый, правый. Твоя жизнь теперь принадлежит мне. Я не вижу, что на славорота убирать. А не потому что за нас, по-моему, нет. Одно и то же. О, а вот и наши чуваки. Вот и наши чуваки. Арбалевчик по вашему приказанию прибыл. Да. Вот это, блин, пытаться усиливать, то, что это он будет фокусить, сто процентов. А, блин, чел, чел, мои ворота будут стрелять. Ну, ладно, хер с ним. Ну, как бы, ты даже огонь не особо... Огонь, как бы, армор будет сбивать. Пускай сбивает так. Мы должны доверять друг другу. Челик. Барабанщик. В войсках мне делать. Чел думал, что он усиливается. Ага. Доспехи их не спасут. Удачи. Сюда. Да можно убить чела. Как бы, пофиг на огонь, ладно. Огонь и огонь. Че бухтетит-то? Ты что творишь? Не тряси это! Ну, еще и здесь подожжем. Ой, чучело надо было играть. Хер не сел. А алхимика мы не можем вытащить, да? Ты человек. Камераила не может вытащить. Вообще, там, в целом, не осталось ничего, что мы можем вытащить. По-моему. Ну, вот этих челов, кстати, если только. У нас три уже этих. Пока не знаю, как вы. Ну, давайте, ладно, Рейнард, все равно вернем. Особо некого возвращать. Будем этих Кассиньеров раскачивать. Ебать. У меня еще текущие силы этого отряда. У нас покажется, что мы берем в ростный отряд. Блядь, а огонь сюда может прокнуть? Чисто по приколу. Мм? Огонь. Чё с лицом блин? Ох, Лена. И ее величество исключительно... Надо было слухать мою бабу. Эту же не делать. Вместо житой черных косить будем. Аллилуйя. А, мне тогда нету райдинского бафа, раз у меня нет алхимика. Бафаетесь? Ну, бафайтесь, бафайтесь. Посмотрим у нас в конце хода. Точнее, в конце раундов. Точнее, в конце хода. Точнее, чисто к волосе. Видите, вроде, просто к отряду. Блин, ну, он не ставит количество отрядов, равное... Ммм... 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 Нам бы по-хорошему вот этого чела убить. А, у меня, кстати, смотрите, какая есть дуэль интересная. 40... На 64. Ммм... То есть, я нанесу 40, это останется 24. Но я, по идее, должен убить. Давайте. Так, вот, по дуэлям. А, его нельзя выбрать как дуэлянт. Ах ты сука. Тогда развалим вот этого чела. Что, не забафано? Им просто минус 7 сделали. Окей, ладно. Это, ты вообще дебафнали, кстати, тем самым. А у него кончилась карта. У него сгорело что-то, по-моему. Ну, мы и так, вроде как, победили. Я помню, кстати... Я, кстати, не сразу понял, что там произошло. Но я помню, что заездил эту штучку. И в итоге, там чел были, на самом деле, ранены и все. А я их, по итогу, дохилил. До фула. Наверное, сейчас такого не произойдет. Давайте, кстати, в правильном порядке это сделаем. Сначала усиливаем нашего чела. У нас все усиливаются. У него два чувака усиливаются. Ну, мы такие, хоп. А где? Два-два-два. У него семь-семь-семь-семь-семь. Ну, вот это мы чела вернули, как бы, да? Но это 78. Как бы, пофиг. Зато у чуваков тут сколько. А сколько изначально... Блин, почему-то изначально сетей нельзя посмотреть. Ну, проблема, блин, гвинта. По-моему, даже в этом, в сетевом гвинте, нельзя посмотреть. Ну, броню, например, базу. Я так понимаю, базовая единица-семь. А какая базовая броня, непонятно. Ну ладно, херст. Ваше Величество, мы выиграли бой и защитили хранилище. Мэве удалось разгромить Нильфгардский отряд и вернуть украденные запасы. Хорошее настроение королевы, однако, улетучилось, когда после битвы солдаты стали требовать, чтобы Мэва не возвращала провизию в деревню, а оставила ее в отряде. Мы сами не доедаем, госпожа. А если отдадим запасы крестьянам, Нильфгардцы снова реквизируют их, как только мы уйдем. Лучше поддержать свои войска, чем вражеские. Да, да. О, тут три варианта. Так, интересно. Сохранить еду для армии. Вернуть половину запасов, остальное оставить себе. Вернуть всю еду селянам. Угу, угу. Ну, я бы вернул не половину, но я бы две третьих себе оставил, а треть вернул. Можно я так сделать? Ну, вообще, раз туда внезапно дали третий выбор, то что-то выборы, где там просто два варианта как-то слишком скучно. Давайте третий выберем. Легко было бы обидеться в солдаты и упрекнуть его волчности. Но в его словах было много правды. Армии Мэвы пища требовалась не меньше, чем крестьянам. А в разоренном войной Айдирне выпадало немного случаев пополнить запасы. Поколебавшись минуту, королева объявила о своем решении. Мы поделим провизию. Одну половину вернем крестьянам, а другую оставим себе. А дерево мне дали? Я, кстати, думал, вот может ли эта штука влиять, например, на вот эту херню? На вот максимум. То есть это же тоже, по идее, провизия? Снято 150, то есть настолько и было. Не влияет, значит, да? Позвольтами тут тоже все. Сколько у нас все? 1600 голды, 1200 этого, да? На этом на что не хватит. Блин, бесит то, что нагорит, типа ввода, доступны улучшения. Это улучшение доступно. Ну, нам... А, где эта штука, которая нам нужна? То есть я бы... Лучшее улучшение, короче, которое для нас подходит, это... Во, вот это, бомбометчик плюс. Типа, чтобы больше шанс был. А, 5000 стоит. Окей. Нужно 5000 копить. Так, а эта штука что? Это нам недоступна. Это скорость. 200. Тоже за 5000. Блин, пока раны, наверное, эти штуки брать. Эй. Блин, мне не нравится то, чтобы не одна сокровище еще не нашли. У нас как бы две этих карты. А найти мне ничего не нашли. Так, что вопросик? Что вопросик? А, это что мы даем? Кестьяне сперва обрадовались при виде солдат, но радость быстро сменилась злобой. Когда они узнали, что... Не понял, блядь. Я решила вернуть им только половину возвращенную. С половиной не получится. Чё, сын, ели. Так не пойдет. Ведь это кража. Блядь, возвращайте тогда все. Да, в смысле? В смысле? Хуели всем? Пусть сами, блядь, Нильгард перебивают, если такие умные. Пиздец, чё, охуели? Верните половину. Давай, возвращай, блядь. Евший, блядь, крестьяне. Только половину золота крадет. Всё одно вор. Помните об этом. Вор, который только... Всем ухеели. Чё, вы, блядь, с Нильгардцем сами не пиздились? А нам сюда, да? Такая пасад злана. Как будто тут ничего и нет. Ну, мы, наверное, там не были. А, мы вот здесь вот дошли вот сюда, до мельницы, по идее. Тоска объявлений. Блин, доски объявлений единственные, кто намекает, что мы хоть где-то были. А то вот поощущение, что тут мы вообще не были. Здесь мы тоже, как будто бы сейчас не были. Как-то хочется больше этих... Какие-нибудь, может быть, закрашивания были бы в местах, в которых мы проходили. А, ну, у нас два варианта пройти в эту часть. Здесь уже как будто финал. Вот сюда ещё какая-то дорога. Вот это мы, наверное, в последнюю очередь пойдём. Надо вот эту область сейчас зал... А, ну, нет, вот эту верхнюю надо. Блин, я не понимаю, где мой этот, где мои сундуки зарыты. А, здесь ещё, кстати, вот сюда можно наверх прокраситься. А, сюда мы сходили? А, да, только что оттуда идём. Я посмотрю, что тут. А-а. Кобыла Мэвы заржала, запрятала ушами, почему-то забеспокоилась. Доверяя инстинкту животного, Мэвы спрыгнула с седла и ощутила под ногами толчки. Сперва отдалённые, едва ощутимые, потом всё более сильные. Что это? Спросила она. Землетрясение? Прежде чем кто-либо успел ответить, раздался вопль, высланного вперёд разведчика. Минуты позже затрещали, ломаясь деревья, и из леса вышел каменный великан высотой в три десятка стоп. О, боги! Прошептала королева. Что это такое? Голем? Тихо проговорила Избель. Гордость нильфгаардских чародеев. Будто в подтверждении этих слов из-за спины гиганта выступили солдаты, закованные в чёрные доспехи. Командовал ими мужчина, одетый в лёгкую тунику. Его ладони сияли голубым светом. Дхиттенкван айн лириан! Крикнул он, отдавая приказ атаковать. Глоир айнард феайн! Колос из Нозаира. Пятьдесят. Первое нильфгарское вторжение было отражено благодаря чародеям. Это они саклонили чашу весов на сторону севера. Готовься к очередной воде, император вложил огромные средства развития собственной школы магии, чтобы противостоять нордлингам. Вскоре в рядах имперской армии появились новые рекруты, высотой в дюжины стоп, безоговорочно послушные, сооружённые из цельной скалы. Не обязательно убейте Али Брыхан. Мне кажется, для нас это обязательно. Сейчас будем его убивать. Да, я так понимаю, этот чел пятьдесят, да? Так, ну проблема в том, что нам нечем убивать, так что не уверен, что мы прям убьём. Опачки. Возможно, убьём. Возможно, убьём. Нам ещё что-то надо? Вообще, я не сказал. Ну, разве что второго такого чувака найти, да? Ну, или так, хотя бы. Не буду рисковать, то ещё дочкой найдём. Имперский голем. А, там всего три карты. А это же, стоп, это головоломка? Это же не головоломка, это особый бой, да? Какие написаны условия? Необязательно особые правила, да. Это не Али Брых, или как его там? Это просто имперский голем. Создайте Малых Големов 2. Лишь самые могущественные из чародеев Нильфгарда владели искусством создания големов. Иногда даже удается добиться, чтобы они сражались на стороне империи. Арт шикарный, конечно. Жалко, они анимированы, и жалко, нельзя на фулк смотреть. Малый голем, нет способностей. Бей и убивай снова, снова. Яг. Надо было слухать мою бабу. Но не очень две карты осталось. В общем, два раза походит, и все. Это, видимо, сам чародей. Кажа, если вы помешаете чародею творить заклинания, големы потеряют силу. А, ну я так понял... Все, я понял, какую-нибудь карту, да? В начале каждого хода носите сильнейшим вражеском отряду уронерам в значении силы слабейшего отряда в руке противника. Огненный шар? Как пожелаете. Сидь сильнейшим вражеском отряду уронерам в значении силы слабейшего отряда в руке противника. Четверка? Блин, а, нет, у нас есть другая четверка. Нормально, нормально. Одно и то же. Десятый чар наносит четыре урона сюда. Даже три, по-моему. Ритуал призыва. Бафнул мы его. Ага, и у него эта штука осталась в руке. А, усильте али бараховый слабейший вражеский отряд в руке противника на одну единство. Затем создайте изначальную копию этой карты. Все, понятно, что он будет делать. Если он будет усилить моего чувака. А если у меня не останется чуваков, что он будет делать? Вашу жатву вместо жито-черных красить будет? Мойчуки потанкуют, я думаю, ничего страшного. Блин, ну у него дикера. Ну он на яичку бафает, то есть он не сил натосходит. Убить его. Берегите головы! Берегите головы. Хватит болтать! Бери за меч! Так, Рейнард на следующем ходу пойдет. Что мы хотим? Мы хотим арбалетчиков на самом деле. Арбалетчики Блиц сами по себе. Ладно, хрен с ними. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Надо убить как-то челла. Мы должны доверять друг другу. Вроке они есть, а как же? Так мы сапоги жмуть! Так мы сапоги жмуть. Так, бафим наших чел, чтобы они не объехали. Еще там арбалетчик тогда. Да, спереди их вниз. Проблема в том, что мы не можем его убить. Нам нечем. С бомбой бесполезная. Не, ну дуэль, мне кажется, просто не работает же, нет? Или мы можем реально задуэльить его? Давайте попробуем просто задуэлить. Кстати, да, в чем проблема задуэлить? Это имбабл обдай, его нельзя задуэлить. Это предполагаемо. Так, у нас проблема в том, что у нас место кончилось, да? Нам нужно на самом деле как-то место себе иметь. Ее величество исключительно. На кого я хочу? Наверное, знаете, на кого я хочу? Я вот эту штуку попробовал, конечно. Мне кажется, надо вот эту чел брать. А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Вон, у кого есть армор. 52. Он, кстати, не дамажится или что? Девинадцать. Девинадцать. Ой, как хорошо я его, кстати, подвинул. Он стал ближайшим. Ну, убиваем на следующий ход. Победа. Ну, мы бы и так победили на статов нереальное множество. О, серганица, кстати, на дискрафт, мне кажется. Устрел, Мэва прорвалась к чародею, который командовал черными. В ближнем бою магические арканы не могли равняться с мечом. Прорачала Мэва, нанося мощный удар. Клинок рассек артерию. Залитый кровью нильфгардец пал на землю. Успел он прошептать, прежде чем его ладони перестали источать голубое сияние. А каменный великан с гулом рассыпался на куски. Когда после битвы улеглась пыль, королева велела обыскать лагерь нильфгардцев. В палатке чародея был найден редкий инструмент для связи на расстоянии, именуемый мегаскопом. Кристаллы, размещенные в латунных рамках, все еще были теплыми. Значит, недавно с их помощью шла беседа. Вопрос только с кем? Избель! Королева вызвала к себе чародейку. Ты сможешь запустить эту штуку? Да, госпожа, но вы уверены, что... Уверена, принимайся за работу. Избель кивнула и начала настраивать магическое устройство. Наконец, что-то щелкнуло, замигало, и перед глазами Мэвы предстал силуэт нильфгардского генерала. О, прости, я думал, что говорю с кем-то другим. Приятно видеть тебя в добром здравии, королева. А может, лучше сказать, бывшая королева? Чем беспокоиться о моих титулах, назвал бы свой собственный. О, разумеется, где мои манеры? Граф Ардаль Аэбдаги, великий канцлер, командующий группой армии «Восток». Подозреваю, ты уже обо мне слышала? Конечно, слышала. Это ты, тот трус, который подсылает ко мне предателей, вместо того, чтобы сразиться со мной в бою. То, что вы считаете трусостью, я называю дипломатией, которая, признай, приносит отличные результаты. Сперва Лирия, потом Росберг и юг Эйдирна. Они заняты без больших потерь. Радуйся прошлому. Легкие победы кончились. Правда? Боюсь, тебя ждет неприятный сюрприз. Ты мне угрожаешь? Нет. Просто предсказываю события. Ну, довольна об этом. Зачем ты запустила мегаскоп? Что тебе надо? О, я хотел увидеть, то развязал дразню в Эйдирне. Сказать тебе, что я никогда не сдамся, мне просто было любопытно. Угу, угу, угу. Просто мне было любопытно, с кем связывался ваш чародей. Было любопытно. Поразительно. Как же вы примитивны. Как безмозглые сороки, что тащат в гнездо все блестящее. Коль скоро ты утолила жажду познания, позволь мне вернуться к своим обязанностям. Прощай, королева. Или вернее, до свидания. Потому как, уверяю тебя, мы еще увидимся. В палатке стало тихо. Королева вышла наружу, прищурилась от бьющего в глаза яркого зарева над пылающими полями и поклялась себе, что когда она действительно встретится с великим канцлером Ордалем Аэбдаги, его голова покатится по песку. Альсур Гром. Ты тот самый, который бьет на 10 и смежные отряды на 5? Ага. Где-то его уже встречали. В каком-то головоломке он вроде был. В пазле. Это украшение? Да, это украшение, кстати. Да, 10 урона и 5 смежным. Мхм-мхм. Карта интересная. Если что, это 20 урона? Если есть по кому бить. То есть, вот эта штука какая-то со своими 8 уронами выглядит как-то странно. И такое ощущение, что я как-то бафать можно. Смотреть способность несколько 8 раз. Мхм. А здесь тупо 20, а здесь просто 8. Здесь даже в соло таргет больше, чем вот эта штука наносит. Короче, эта штука для других целей, я думаю, нужна банально. Так, ну брать-то ее пока некуда. Вот эта штука как бы поприкольней. Потому что, а если там у меня, например, чувак с 12 ухп, а эта штука наносит 10, то есть я уже нужный меня таргет не убиваю. То есть как просто снизить эту штуку мне... Короче, суть этой штуки в том, что она убивает нужный мне отряд. То есть какой-то опасный. Эта штука может не убить опасный отряд, поэтому ее нахер. Чучело мне позволяет как бы очень много юнитов разыгрывать. Такое ощущение, что не надо. То есть... А какую-нибудь Райлу разыграть дважды уже хватает. Вообще, реально, кстати, чучело как будто бы не нужно. Но чучело какое-то... А, ну чучело такое ощущение, что вот хорошо дает очень... Второй ход, и второй ход прям важен. Или нет? Или... Мне кажется. Короче, чучело еще если... Короче, в коротких боях чучело, да. Плохое, а вот в обычных боях, мне кажется, чучело хорошо сыграет. Ну и двимиритовая бомба, поскольку мы сейчас с нельдгардцем встречаемся. Типа дебаф этих чуваков, которые отбафаются, например, от моих этих приказов. Это прям тоже must have. Так, давай, пока скейт или нет, играем через дебафы обратно. Вернулись на них. Не... Не... Не...